приветище это кукин симулятор и сегодня мы продолжим путешествие по нашей увлекательной кухне адской кухни я тебя спрашивал тогда как лучше готовить прям одессе одессе устраивать или все-таки готовить культурно красиво и классно но мне не разделились поэтому буду мешать буду делать гадский адский и прекрасно великолепно в общем как получится значит сегодня вместо меня для повышения салавы нашего ресторана и кухни будет у нас на кухне французский шеф-повар бонжурно миссии и мисс сегодня для вас буду готовить я просто прекрасное замечательное блюдо что нам нужно сегодня с тобой приготовить так стейк лачоси с вареным картофелем хорошо начинаем берем стейк чтобы стейк был сладеньким вкусненьким конечно же его нужно посолить солим вот так вот тогда прекрасно перфекто конечно же перчить белиссимо перчито огнище язвенные черные дыры на лососе готовы конечно же плеснуть на сковороде 10 миллилитров маслица чтоб попец покрылся жирной корочкой так 10 миллилитров перебор ливанули 20 теперь берем филе лососе клядем его сюди включаем наш комфорт и периодически поворачиваем нашего лососа значит как это делится кажется маслом и профукали нужно заново залить лосось у нас готовится не совсем на сковородке а рядышком прямо на комфорке так ой кажется мы разбили с тобой масло закидываем лосось и повторяем трюк трещем нашего лососика я думаю что этого будет достаточно мы перевернули уже несколько раз обмазали его маслицем так добрый лосось есть он перевернулся кладем и жарим через несколько секунд нам нужно повторить процедуру но пока мы берем и варим с собой картофель картошечку раз-два и все в принципе готово нужно ее сварить но прежде нужно залить туди воды заливаем воды кран поверни включаем холодной воды и все поливи отлично кустрюля готова перемешиваем это все взбалтываем хорошенечку теперь поджигаем эту ванночку делаем от на картофеля тем временем нужно помещать кажется лосось прилип от черт подери лосось нет он не прилип отлично переворачиваем лосось господи он выпал выпал ничего страшного правило десяти секунд если быстро поднять пол ничего страшного но ты так не делай лучше сразу выкини блюдо куда-нибудь в мусор конечно же конечно же я совсем забыл нужно посолить посолить картошечку когда мало соли можно просто вбухать туда соль целиком ты чувствуешь эти ароматы они прекрасны для остроты ощущения картофельный бульон можно добавить немножечко стекла от разбитого черт подери она упала воды больше нет картофель не доварился ладно поправим зальем новую воду повторяем процедуру для остроты ощущения добавляем в бульон картофельный немножечко стекля кажется наши филе лосось уже пережарились я думаю что это прекрасно можно его скинуть со сковороды сковороды просто выкинуть господи я все учухал свинина колбасину так кладем это все хотелось бы мне сказать на пол но нужно положить на противень а не противень она нашу дощечку заливаем это все куриным бульоном этого нет в рецепты мы просто добавим это все от себя чтобы нашему клиенту было вкусно заливаем хорошечно чтобы казалось что это курица а не лосось блюдо готово осталось только взять тарелку и накрыть лосось зачем накрытый спрашиваешь а просто так просто так вот так вот накрыть кстати а что если подать его на кусочки отломанного блюдо давай попробуем вот так ах черт подери так нельзя так нельзя придется взять все таки новую тарелку возьмем тогда квадратную чтобы было не совсем удобно разделивать рыбу и у нас подходит время к концу так рыба готова картофель у нас в принципе тоже готов укладываем это все в одном место лосось у нас получился под цвет картофеля это прям замечательно да что ж такое то надо вылить это все вот так вот выливаем картошечка где ты горяченькая наш картошечка подбираем ее удивительно что я могу поднимать горячую картофель ах да у меня же чудо руки готово подаем наше шикарнейшее блюдо посмотрим насколько оценят его наш клиент картофель и лосось пожалуйста три звезды ты представляешь это просто прекрасно мы подняли с тобой уровень славы плюс три ресторан на новом уровне мы были близких провала но нам удалось набрать норму пожалуйста постарайтесь не сдавать позиции так все в топку этого французеньку он мне уже чертовски надоел ты посмотри что натворил на кухне это просто беспредел выбрасываем все в урну выключаем комфорку и смотрим что нам нужно приготовить следующим блюдом запеченная форель отличное блюдо сейчас мы быстренько это все устроим берем форель кладем ее прямо сюда все она будет готовиться у нас на открытым огне я думаю что она быстро готовится нам даже сковородка не нужно это будет знаешь полевая кухня просто шикарно вот засыпаем все перцем а сколько перца кстати надо там на 20 грамм до 5 грамм я пересыпал ладно вообще зачем придумали сковородки на самом-то деле когда все можно готовить на открытом огне переворачиваем нашу форелечку кидаем ее так промахнулись еще раз переворачиваем вот отлично сколько еще готовится будет совсем чуть-чуть вот он у нас укропчик сейчас мы немножечко добавим цвета блевантини ой 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 как заглючила затормозила цвет блевантины рыба у нас приобретает выглядит это просто ужасно разрезаем с тобой лимон вот так разворачиваем мы делаем все по красоте ровненькие дольки отлично нож убираем обратно в дарт что-то куда-то он туда не туда убрался все принципе готовы нужно взять огромнейшую тарелочку может быть квадратненького такую для суши нужно взять 6 грамм свежей петрушечки рыба у нас по моему уже спекла здесь нет не совсем спеклась блин придется воспользоваться сковородка где у нас сковородка так рыба полежи по передах они сейчас сейчас я сейчас все будет вот все как надо так кажется рыба свалила она сбежала черт подери кладем ее обратно все она обжаривается масло надо масло жалко не подчеркнуть вот это масло разбито ладно будет без масла ничего страшного что кстати если мы еще поджарим мы уже немножечко дольки лимона это придаст сачку нашей форельки все классно про замечательно нам нужно еще больше с тобой петрушки у нас всего 2 грамма нам нужно 6 вот так 6 грамм у нас есть и убираем убираем томиться в темноте наш укропчик садимся так черт подери ладно неважно я не знал как положить аккуратненько туда тарелочку сейчас попробуем еще разок эксперимент а вот как это надо было сделать ладно рукожопные пацаны ничего страшного форель у нас почти с готов она уже сготовил все достаем достаем и перекладываем черт подери не получилось переложить сейчас сейчас исправим сколько ж тарелки я перевел я даже не знаю что лучше вернуть француза сюда или и продолжить мне готовить господи у меня все разлетается да что же такое то блюдо накрыто точнее оформлена сейчас мы возьмем лучше тарелочку и сразу на эту тарелочку уложим укропчик свеженький укропчик ух как красиво как здорово все подаем но посмотрим что скажут наши посетители понравится ли им это изысканное блюдо 3 полных звезды ты понял я лучше чем француз на сегодня это последний заказ когда закончите подготовьте все на завтра да 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 у нас есть возможность поэкспериментировать на нашей кухне я давно хотел попробовать и сжечь эти долбаные коробки они меня прям чертовски бесит давай мы возьмем коробочку вот эту это наш магазин она все равно какая-то дырявая поставим точнее кинем и сюда о загорелась отлично а чуть ли мы добавим в этот огонь маслица открыть бутылку вот так вот выливаем нечего нифига не горит нужны не горит давай тогда просто в огни чая кинем наверно на это стоит потушить да ой пол кажется горит слушай кажется да а позже тоже деревянный а затем еще вот эту доску туда разделочную кинем она же загорится должна она же деревянная он горит доз а нет она не горит чёрт подери слушай зато о водич я в аду я царь адской кухой и все все горит все пылает а мне по барабану как ты думаешь может быть огнетушитель взять help help me у меня кухня горит может в дартс поиграть кстати где мой ножик ножик куда-то вон он я вижу так играем в дарт хопа нифига си практически в яблочко ой кухня кухня пылыха система противопожарная сработала офигенно ну ну ладно мне меньше тушить не до конца затушила противопожарная система все придется мне спасать этот долбаный ресторан пожалуйста это плохо тушится слушай очень плохо тушится как как вниз его повернуть вот так не тушь нифига гнетушитель по моему бракованный попал блин ты прикинь он реально хотя хотя вот потушил есть затушил а вот эта коробочка уже чернющая мне чертовски раздражает собирать вот так вот по одной части разбитой посуды и выкидывать это все дело в мусорку это так нудно так долго мы берем вот так вот и выкидываем это все на наш балкон может кто соберет там голуби например сделать свой ристик голубиный ристик из разбитой посуды смотри-ка думал убрать бутылку а ее оказывается можно в принципе пожарить вот так вот на сковородочку все аккуратненько собираешь не понял куда это мои бутылки делись ладно по-новому соберем чувствую меня разводят ты посмотри на это стекло оно исчезает у меня дно что ли пробито у сковородки а